Всем добрый день! Сегодня мы покажем, как получилось сделать выставку нашего проекта в парке Кымган. Но для начала хочу ответить на комментарий под нашим шотом в мумитроле за мир. Спасибо, что не остались равнодушны. Вы пишете, вы очень красиво рисуете, но это не мир, это вражда между странами. Да, конечно, вы правы, идет чудовищная война, да ужаса несправедливая. Прошло уже полтора года с начала войны, а я до сих пор без слез не могу смотреть на то, как гибнут украинские дети, с какой горечью интервью дают украинские старики, да и вообще на все это. Именно поэтому мы и назвали наш проект мумитроле за мир во Франции, в Украине, в Корее, да и вообще во всем мире. Мы и наше творчество за мир во всем мире, но и, конечно, сейчас прежде всего в Украине. Этим проектом мы хоть как-то хотим выразить нашу поддержку Украине. У них точно все будет хорошо, за них весь цивилизованный мир. А власть в России, которая боится своего собственного мертвого сторонника Пригожина, обречена. Первая выставка нашего проекта мумитроле за мир прошла сразу по завершению картины мумитроле за мир во Франции. Провели мы ее в парке Кымган. Он находится недалеко от станции метро Унчунджан. Тем, кто любит пешие лесные прогулки, очень понравится. В России говорят, пойдем в лес, в Корее пойдем в горы. И мы пошли в горы. Парк огромный, воздух просто прелесть. Можно было гулять и гулять. Но до места, где мы планировали выставку, мы все же не решились дойти пешком. Я думаю, пришли бы к вечеру. Поэтому поднялись на вершину горы на канатной дороге. Парк для посещения бесплатный. А вот билет туда и обратно на канатную дорогу стоит 10 тысяч вон. Это примерно 9 долларов. На самой вершине в храме нас встретил монах. Ему как раз приглянулась наша последняя картина. Он как-то сразу понял ее смысл до конца. Ну и, конечно, мы сделали ему подарок. Это был наш первый опыт выставки картин. Мы как-нибудь в солнечный день хотим съездить на пляж Хёндэй и сделать там выставку. Ну и, конечно, показать ее вам. Мы за мирное небо, за мир во всем мире и, конечно же, за мир в Украине. И против российского правительства и российской агрессии.